Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 32 выпуск 2 сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». В предыдущем выпуске по факту прокачки закрыли только квест «Частная клиника», сварив LEDX в медблоке, и квест «Импорт», сварив VPX в разведцентре для механика. Но тем не менее сделали ежедневный квест с устранением диких, тем самым подняв уровень лояльности терапевта до максимального, и сделали частично квест «Служба дезинфекции». Попытался сделать еще одну оперативную задачу для егеря, но, к сожалению, не нашел хлорку, необходимую для сдачи квеста. Такой как Космос, Скалавурат, Падла и Эссо. Благодарю за щедрые бонусы. Мои выпуски подразумевают одиночное прохождение, так что я компании не ищу. Мне в соло интереснее играть. Всем приятного просмотра! Смотрите, какую красоту я навел у себя в схроне. Ядрить-колотить, просто смотри, поле непаханное, складывай все, что хочешь и не хочешь. В убежище. У нас построился ящик диких. Я заказывал, потратил все деньги. И почему у меня там миллионы были? Я это все потратил, я купил еще себе евро. В общем, коплю сейчас денежку на установку солнечной батареи. Устанавливаем ящик диких и можем отправлять их за самогон. Все, первый пошел, с почином. Мне нужно будет в генератор прикупить топливо, так как тут все прогорело. И еще остался в воздушном фильтраторе фильтр на 7 часов, так что надо, надо брать. В санузле у меня варится тряпка, кордура варится одна, сейчас наварится через 36 минут. И еще одну закажу, 6 дней почти на выполнение. Флисовые ткани я наварил. И сейчас кордура одна сварилась, одна варится, еще одну сварю. Либо, если найду сейчас в рейде, то притащу. Их заберу, щедрую довольно награду, 430 тысяч плюс 37 тысяч опыта. Это, думаю, более чем достойная награда за такой простенький квест, который варится в убежище. У терапевта задача устранения снова, а снова развязка, смотри, устранить диких с расстояния больше, чем 50 метров. А там, наоборот, меньше 60 метров. По-быстрому мы можем попробовать сделать маршрутку с пометкой микроавтобусов на развязке. То же самое это все делается. Вот это вот закладывать можно тоже, да, выжать, выйти с локации. Книги, изготовление, технологии. Ладно, разберемся по ходу. Давай попробуем все подряд делать. Тогда оставлю генератор, топливо, точнее, запускаю генератор в медблоке. Можем, кстати говоря, заказать, как он называется. В общем, все есть, сейчас скажу, как он называется. Пропитал, пропитал. 1,52, пусть варится. Будем с собой брать, может быть, время от времени. Три маяка взял, книги заберем. Это все заложить надо будет дикие, с дистанции большой и потом короткой, наверное, да, по возможности. Но в первую очередь надо будет избавляться мне от всех вот этих приколов. Блин, будет забавно, если я в первые полторы минуты опять погибну и это все у меня вытряхнется. Ехало. Идем на развязку в 11 утра. Страхуем. Что еще можно? Мешок можно застраховать. Вот это вот не надо нам ничего страховать. И разгрузку, наверное, застрахуем тоже. Вот такие вот 24. Ну, немного. У меня оружие уже страховано, так что поэтому все подешевле. Погнали. Будем пробовать закладывать. Сложно сказать, сколько ферм у меня прослужат. Сколько удастся наварить биткоинов. И вообще успею ли я? Давай прокачать убежище. Так как инфы по срокам у нас, к сожалению, нет. Но, как и всегда, к Новому году будут скидки на игру. И уже несколько человек писали в комментариях о том, что планируют покупку нового компа и ждут новогодних скидок на Тарков. По поводу покупки нового ПК есть интересные и выгодные предложения от российского лидера, производителя оригинальных и мощных компьютеров HyperPC. Скажем, приглянулся скромный по габаритам, но бескомпромиссный в производительности Nano X. Зверёныш, который справится с любой поставленной перед ним задачей, будь то гейминг или работа в графических прикладах с монтажом и рендерингом. По желанию придаём ему неповторимый внешний вид покраской, по своему вкусу, все готовы к долгожданной покупке. И тут ребята из HyperPC предлагают два выгодных варианта. Первый. Trade-in. На сайте есть уже готовый инструмент, где вы мгновенно получите оценку старого железа. Выбираешь имеющиеся комплектующие, рассчитываешь и получаешь равноценную твоему ПК скидку на новый компьютер. Второй вариант для тех, у кого есть планы на старого железного друга и вы оставляете его для каких-либо целей. Решением здесь будет покупка нового мощного HyperPC в кредит или рассрочку без переплат. Согласитесь, это выгодная возможность. И кстати, у меня есть для вас даже промокод скидка. По нему вы можете получить скидку от 10 тысяч рублей на модель Nano X. Захочешь новенькую периферию? Не вопрос. Скидка распространяется совершенно на все, что будет в корзине. Хватай промокод и переходи на сайт. Все уже в описании. Ой, не очень удобно я тут появился. Но радует одно, что я... Если убью каких-то диких, то в любом случае... Они точно пойдут... В счет какого-либо квеста. Блин, я настолько тяжелый, что у меня выносливости не хватает. Переждать может быть какое-то время. Пока соседние спауны пробегут. Или не ждать ничего. Ладно, будем потихоньку, аккуратно осматриваясь. Внимательно слушая. И где-нибудь... Блин, тут укрытий вообще никаких, смотри. Где-нибудь по кустам вдоль деревьев каких-нибудь. Такого у меня даже выносливость не восполняется. Я... Надо было стимулятор какой-нибудь взять. Да, SJ-ку. Ведь я же понимал, что в первую очередь побегу в сторону... Сцены. Окей. Значит будем идти спокойно, пешком, в развалочку. Экономя выносливость. И все в этом духе. Вон она, эта сцена. Вот мне до нее надо будет дойти. И сидеть там закладывать еще какое-то время. Послышалось? Эти... Ага. Готов? Очевидно, что он рассказал, что тут кто-то есть, да? Кок, блин, с такой большой дистанции увидел. Бывает в упор подходишь. Но там, правда, это все спины только так работает. Они ничего не видят, не слышат. А тут я, видимо, прям на глаза попался ему. Усложняет задачу еще то, что у меня здесь, ну, серьезно, очень открыто. Никаких укрытий. Никуда не затариться, никуда не заныкаться. Ну, все, я на месте. Закладываем. Все, без происшествий. Часть заложили. Вот я... У меня спаун был как раз таки возле... Одной из газелей. А я что-то пошел мимо. И проигнорил ее. Давай попробуем посмотреть, что там у этого типа. Вдруг там от лаборатории карта. Вон он. Красивый, счастливый лежит. Ну вот, кое-что есть. Кое-чего, кое-чего. Блин, этот бинауральный звук. Такое ощущение, как будто кто-то здесь щелкнул, прикинь. Может, его отключить? Че-то он какой-то больше жути нагоняет, чем пользы приносит. Давай тогда газель эту пометим. От одного еще маяка избавимся. Пока все идет по плану, как говорится. И вроде как тихая локация. Вроде бы как тихий рейд. И это тоже нормально. Это говорит пока о том, что получится все-таки заложить все эти наушники и шлема. Для одного человека это непростой квест. Так как нет никакого прикрытия. Если кто-то подходит, то тебе... Ты вынужден просто принимать бой. Тоже там открытая... Открытый такой бутик. Как на витрине лежишь там. Вон она, первая газель. Ну как первая, одна из трех. С ней мы сейчас... И начнем. Пошел процесс. Вот и поесть и попить нашел. Вспомнить бы, где еще одна газель. Одна газель внутри я точно помню. А третья где? Забыл, прикинь. Забыл маршрутка, где одна. Надо вспоминать. А, все, вспомнил. Они обе там внутри. Так что я пошел внутрь. Обе внутри. Здесь в подземной парковке. И недалеко друг от друга. Кстати говоря. В дождливую погоду в подземной парковке светлее, чем в ясный день. Вот такой вот парадокс. Это надо мной? Да, это надо мной сверху. Кто-то топает. Так, одна газель. Вон она справа. Клиенты наши. Так как, бро? По старинке здесь нет. Куда-то ушел. Опа. Волына. АКМ. Мамана. Есть. И вторая газель под разломом примерно. Третья газель там под разломом примерно. Я сразу пойду и ее тоже не ткану. Жахну вазелина. Можно сразу же покушать и запить все это дело. Так, под задачу маршрутка. Вторую газель пометили. Маяк прирос. Маяк прирос. Маяк прирос. Принь омма. Принь омма. Принь омма. Напрягает, что килла может быть вообще абсолютно за любым углом где-то тут. Маньякально сидеть и поджидать меня. Вау, сумочка. Чтобы все чики-пуки было. Ну и все. И третья газель тут. Чик. Чик. Куда-то под капот засунул. Спратал. Уф. Ну что, давай пробовать эти закладывать самые. Наушники и шлема. Тут как поднимешься сразу направо. Ага. Так. Меня уже встретили тут дикие. И причем он шел, прям целился на меня. Так. Понятно. Меня устраивает такой расклад. Будем пробовать. Ёлы-палы. Эти шлемы не подходят для закладки. Прикинь. Пипец. Пипец. Вот тебе и. Мда. Это грустные новости на самом-то деле. Блин, я их покупал, ёлки-палки, зачем-то. Ну, больше ничего не остается, как просто ходить. А, кого просто ходить? Подожди. Мне же иногда нужно еще книги забрать с технологиями. Правильно? Правильно. Может быть, сейчас где-то на манекенах найдем этот шлемак. Может, на диком на каком будет. Если повезет. Что такое? Да, вот это я сам себя вставил, конечно. Пойдем драгоценности глянем здесь. Твою мать. Вот это ты меня испугал. Ага. Ух, гаденыш. У этого синий вообще шлем. Ну, давай, показывай, что ты тут охранял. Не зря же ты тут стоял наверняка. Да? Давай, делись добычей, негодяй. Доляры. Рублики. О, золотая цепь. И все. Ну, пойдет, пойдет. Давай тогда патроны. В магазы. Как положено, чтобы все было. Отсюда с АКМ можно... Господи, где тут? Как разобрать-то что? Это вот сюда можно. Вот же незадача-то, а? Слушай, а что я прошел мимо? Давай на второй этаж тогда подниматься. Будем смотреть, что происходит на втором этаже. И потихонечку смущаться за книгой. Там через второй этаж низы просмотрим. Так, созрел план. Это хорошо. Мне проще играется, когда у меня есть конкретный план действий. А не просто какое-то бесцельное шатание туда-сюда. Опа, а это кто? Слушай, а это не этот самый, а? Это, по-моему, килла, пацаны. Бейся с ним, сынок. Попробуем киллу размотать. Нет, это не килла. Больше жути нагоняйте своей беготнёй, елки-палки. А я аж старый, у меня же нервы не к чёрту уже. Опа. У этого флис на голове. Так, мне надо перезаряжаться почаще, по-хорошему. ТМ-стрельбы тут отличнейший. Ага, ещё идут. Ну, короче, будут сжать сейчас меня, нормально так. А на низ, чёртов! Будьте прокрыты! Свистни в хуй! Сейчас тебе пиздец придёт! Страшно тебе, сука! Да иди ты. Придумал тоже. Этот уже с волыной. Этот с глушилой вообще. Нифига, серьёзные дикие тут. Я, походу, тут застряну сейчас. Пока вот патроны кончаются. Но всё это делается в квест, так что всё нормально. Единственная дистанция не для дневного квеста, а для квеста терапевта. Главное, долго сейчас над трупами не висеть, не лутать их. Ещё кто-то идёт. Купицу наглую, просто пошёл. Гексагончик с тараканем. Блин, послышала, что ли, или чё? Ну, а вот этих гавриков вообще тяжко будет. Сейчас дам мне лутать. Кепка, шапка. Ладно, не буду я тут долго мусолить. Кстати, кто не знал, здесь можно сигнализацию тоже отключать вот этой кнопкой. Так что будьте хатрыми. Отключайте сигнализацию в безопасном месте. Вот сейчас хорошая дистанция. Внизу там, да, пострелять типов, чтобы этот Дейли Квест поделать. Ну, ладно, Дейли Квест. Можно будет за нём чуть попозже отправиться. Давай сейчас тогда хотя бы книги попробуем вынести, раз я шлема не вынес. Здесь первая книга лежит. Ать! секрет успеха имеем. Блин, через стеклайт хочу пройти. Через стеклайт попялимся. Чё-то я забыл совсем, мне же тряпка нужна, и вообще не смотрю по сторонам. надо поглядывать. Может, где найдём сейчас? Тряпочку нужную. О, это же это, да или отвёртка, да? Отвёртка обычная. А мне нужна... О, смотри, есть тряпка. Флиз. Блин, не та. А она тёмная, я подумал, что... В смысле? Ты про меня? Или нет? Непонятно. Если не про меня, то это не очень хорошо. Не то, чтобы мне нравится, но... Сами понимаете. Так, лампы накаливания. Туда-сюда. Магнит заберём. Магнит забрали. А что такое? Какая-то... Хрень. Хрень мы не берём. Кулер, который ничего не стоит. Блин, нифига нет. Интересного. Ну ладно. О, вон он. Ой, хорош. Есть. Ещё один нашёл. В Дейли квестик. А чё-то где? Готов. Картошечка нулёвая. Ой-ой-ой, ещё и вазик. Использовать. Что делать с картохой? Эти шлемаки. Один разбитый выкинем. А картоху за... Блин, у меня перегруз будет серьёзный. Блин, ну это 50 тысяч. Да ладно, фиг с ней. С картохой с этой. Головы ваши, блин, пустые. Ни одной... Ни одного шлема, ни одной тряпки нужной. Обед кто-то забыл. Ну ладно. О! Далековато, кореша. Далековато, кореша. Думаю, что там кто-то есть. Или что? Ну ладно. Хотя было бы здорово его выцепить оттуда, да? Но ждать его, пока он успокоится. Тоже такой себе юмор. Господа! Вы не появились, случайно, там внизах? А не видать. Болтовка, но без оптики. Даю тебе последний шанс умереть. Достойно. Слева что? Ага, точно, вон он. Ого, остановился. Установитесь. Ого, там бегунков сколько, смотри. И один красивше другого. Тормози, 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 тормози. Вот спортсмена. Хрень какая-то. Пошли, забираем тогда книгу, если получится, конечно. Блин, мне надо каких-нибудь все-таки укрыть и продерживаться, я считаю. Если какой неждан, то быть беде. Забавно, конечно, по ботам так пострелять, но патронов не напасешься, во-первых. Во-вторых, они бегают только угорелые там. Нифига не попасть по ним. Так, нам сюда. Мимо МЧС. Можем даже внутрь зайти и утонуться, да? Да, можем, ключ у меня с собой, отлично. Поглядеть, что тут у нас может быть, а чего нет. Что-то раньше, по-моему, здесь побогаче было по лоту. И всяких разных стимуляторов и прочей интересной штуки было тут куча целая. Вазелины находились тут нередко. Сейчас что-то как-то скудно. Вообще пустые все стеллажи. Аптечек только. Ключ получается в основном для того, чтобы квест закрыть, что ли? Подкрепимся. Что-то у меня такое ощущение, как будто кто-то топает тут, ходит рядом. А, уже 12 минут, понял. Это уже, скорее всего, эти челоботы. Так что надо забирать книгу по-хорошему и чесать отсюда. Водички напьемся. Как раз и это туда же. Все в топку. Так-так-так-так-так-так. Тишина. Сумки починили, кстати. Опять флис. Флис уже третью, по-моему, да, нахожу? Третий кусок ткани. И ни одной кордуры. Хотя нужна всего одна кордура, по факту. Ну, что вторая варится, одну сдали и третья. Вот как раз кордура была бы в цвет сейчас. Ладно, забираем книгу тогда и домой. Домой пойдем на ТЭЦ. Никто там не уехал. Если чего, оттуда на ЖД двинем. Вот она. Чик. Отлично. На ящик наступил. Надо же. Ого. Какие симпатяшки нашел. Все, погнали. Попробуем хотя бы пару квестов вынести тогда. А остальное уже... Следующим заходом, что ли. Следующим заходом, что ли. Точняк. Как вы... Быстро-то все находите. Да посмотри и... А, нет, пустой мешок. Он только появился, видимо. Так. А тут что спрятал? Да. Он, видимо, только-только вот появился. Все, ну надо чесать, короче, домой. С челоботами тут воевать. Не лучший вариант. Блин, бежит уже. Или это подо мной был? Я навряд ли он в подвале там вылазил. Ага. Идет, идет, смотри. Вот тут топол. И он на ТЭЦ, на это, на ТЭЦ идет, да? На мой выход. Ну смей! Это я там выхожу. Этот дикий проскочил. Машина есть. Есть за что воевать. И я принимаю этот бой. Граната тут. Не по твою же душу граната-то была. Чё ты парёшь то? Так. Сказал бедняк. Может быть это челобот просто шарится? А, точно. Не, ну это не челобот был. Может это просто дикий был. Ну давай, поехали уже. Хе-хе-хе-хе-хе. Каждая секунда на счету. Поехали. Неплохо так настреляли на самом-то деле. Да посмотри, 15 диких в итоге-то получилось. Единственный мой косяк получился в том, что я взял не те шлема. Я взял те шлема, но оказывается они нужны были без чехла, оказывается. Ну блин, вот так вот. Сварилась кордура и ещё последнюю осталось нам тогда заказать. Ну я думаю, что сегодня до конца выпуска я успею это сварить и недельный целый квест смогу закрыть. Чуть больше 8000 требуется денег на всё это дело и вперёд. Где он тут? Старт 47 минут для производства Сдаем квест маршрутка барахольщику Все три маршрутки мы пометили Один квест мы закрыли Это уже стопроцентно Вышли с локации Кстати забыл Секрет успеха надо передать Первая книга, вторая книга Уходит Закрываем квест И еще чуть-чуть поднимаем лояльность у барахолки Борода не нужна достичь третьего уровня лояльности с терапевтом Этот квест уже автоматически закрывается Так что никаких вопросов не имеется Модник Найти и убить киллу сто раз Но не знаю Такой квест я не стал бы делать Потому что это задротство, честно говоря Помните в лесу нашел MS-MCX Я вот ни разу не играл с этой пушкой И кое-что тут с нее собрал Как смог, в общем-то говоря Чисто потестировать хочется Что за оружие такое интересное Еще хотел посмотреть, что тут у нас получилось 21, больше половины службы дезинфекции мы сделали Это здорово Четверых, оказывается, диких целых убили С большого расстояния, более чем 50 метров Остается всего троих Можно попробовать завершить его сейчас Шлемы взял, деньги на выезд у меня есть Патроны, медицину Все готово к бою Идем еще раз на развязку Пойдем в 5.49 Может быть каких-нибудь ЧВК Встретим на раннем тайминге Было бы, в принципе, неплохо Я готов Застрахуем это все дело Поехали еще раз В планах на рейд заложить два шлема ратни Которые я профукал в предыдущем рейде Убить троих диких с дистанцией более 50 метров Ну, остальное, в принципе, не так важно Может быть, пошататься, полутать что-нибудь Так Ага Понял Тец Понял О, блин, ё-моё Не очень удачный такой спаун Я вообще не люблю вот эту вот Сторону появления Она абсолютно ни о чем Ёлы-палы Вот сейчас Если получится А, слушай А, нет, нет Ой, ну я так и знал, что оно будет Отвечаю Вот прям зуб даю Я еще такой подумал Сейчас найду кордуру А я ее уже варю Я думал, может быть, ее в подсумок А потом нет Вспомнил, что с галочкой нужна Капец Вот это чуйка Как так? Лиса-магия Ну все, а я домой, пацаны Да ладно, шучу Так, что у нас? О, режим одиночный, оказывается, был Предлагаю идею Наверх глянуть видеокарту Если нет, то тогда Через кассу Гошана туда в авокадо внедряться Если получится Ну так будем планировать, по крайней мере Блин Это внизу или вверху? Так, ну если внизу Какой глушитель громкий Не с ума сойти Ага, вижу Ну то есть не вижу Как он это провер... Провернул то, а, хорошо Блин, кто-то есть наверху, слушай Значит это... Даже не знаю, как теперь Наверное, с другой стороны пойду Знаешь, как пойду Сейчас покажу Через кассу Гошана Только здесь по эскалатору поднимусь Ого Надо мной прям бегают А кто бегает, непонятно Страшно Пацаны, врубай А, понятно, понятно Кто это бегает Он прям надо мной Как будто сопровождает меня По-моему, меня преследуют Как там они... Как будто там это... Попас Слышишь, да? Подожди, не вали О, нифига Он просто как будто Он, ну, слышал меня, видимо, да? Или что? Да, конечно, слышал По эскалатору подниматься Все, я собрался Кушать, пить не буду Я думаю, что-нибудь там найду Если вдруг Прям уж проголодаю сильно Взял простенький мешок Два шлемака Моя задача Шлемаки, главное Заложить диких Потом пойти, наверное, диких пострелять Идем еще раз на развязку В 7 утра И застраховать надо будет Эта добрышка Редут себе прикупил Эмку предыдущую Которую была Взял Все, страхуем Я готов Поехали О, одни эсейки Прости В цели на рейд не изменились Можно было бы, конечно, сказать Что у меня спаун неудачный был Там тайминги все Но это все чепуха на самом деле Потому что я понимал Что сверху Меня кто-то пасет Мне надо было уходить Заниматься в округе своими делами А потом возвращаться уже туда На закладку шлемов Ну, вот так вот Поверил в себя Да, получил Так что все нормально И мы появились Забоку Оли Нет, иди Ну, окей Пойдет Что тогда Сразу В бой В пайкло Мать его Пойдем Хотели экшона Получайте экшон Будем биться тогда за этот Проклятый авокадо И причем Не за лут какой-то А просто за возможность Заложать эти проклятые шлемы Попробую, наверное, по тому же пути По эскалатору Просто подняться План В принципе хорош Просто исполнение Такое себе В частности За счет того, что Нефиг было там лезть Когда понимал, что сверху Кто-то тебя пасет, да? Не, я не слышу никого Твою мать Я отвечаю Я думал, это Кила Подскочил ко мне Это самый обычный Бекарь И кто-то мое место не занял Лежанку мою О, закладывается Сразу и сходу Давай сразу сходу Тогда и заложим Отлично Даже выходить Выживать с локации Нет необходимости Главное Само по себе выживется Так, есть Товарищ Товарищ Джики Надо разрывать Дистанцию Пацаны Каким-то макаром Блин, какие провода? Где видеокарты мои? Как так? Вот только заикнусь Про видеокарту Так сразу Мне процессор Дает Не надо мне Процессор Видеокарту Дайте Что-то я этот момент Профукал Малость Самую Где можно Разорвать Дистанцию И Либо кассы Сейчас посмотреть Либо после Если на кассах Нет Либо Как отстреляемся На кассах Надо будет Значит Наверх Подняться И сверху Где кнопку Я показывал Надо будет Там сверху Посмотреть Низа Там дикие Частенько Шатаются Хочется Дейли квест Доделать Очень хочется Верить Что у меня Это все Получится Блин Планка Азу Нету Ничего Больше Ага Во Клиент Давай Иди 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 50 метров Делай 50 метров Делай Нормально Готов Это был Один Ничего себе Глупец 50 метров Молодец Я подумал Что это Блин Не было 50 Да Я подумал Что не этот Эскалатор А вон тот Надо посмотреть Что там С квестом Патрон Докинуть Так Задача Оперативная Устранение 4 из 7 Почему 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 4 из 7 Ни один из них Не был на расстоянии Более Причем 50 метров Печальные Печальные Новости Прости Братец Ну так Вот Как-то Так А куда-нибудь Свой мешок Скинем Я почему-то Был уверен Что там 50 метров Я же потому И отпустил Этих Дюких Надо будет Потом Попялиться Сколько Там Метров 49 Наверное И 9 Каких Небудь Да Это Что за Патрон 5 56 МК 318 Интересности На НАТО Патронах Пока Так Сделаем Пошел В другую Сторону Вот 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 Мошной Она Вот Пристал Да Иди Уже Блин Не вижу По По Эскалатору Что Спустился Интересно Интересный Персонаж Вот Вот Хотел Как можно Быстрее А Получается Как Всегда Пошли Тогда Наверх Раз Не Получается Сделать Дистанцию Здесь Как Разорвать Туда Попробуем Наверху Это Это Со Мной Пойдет Магнитик Мое Нормальное Нормальное Так Харды Два Штуки Газоанализатор Еще Магнит Еще Газоанализатор Харды Кулер Электродрыгатель И все И все Вот В прошлый раз Так Удачно Успешно Там Целая Толпучка Внизу Терлась Да Вот Трое Четверо Ага Но Этот Тоже Я думаю Подойдет Тихо Тихо Нифига Ты Злой Чего Так Да Не подходи Ко мне Мне Дистанция Нужна Дядя Поперся Куда-то По своим Делам Диким Левый Коронный Правый Похоронный Где-то Тут Это было жестко Бро Мне даже Дики Сейчас Задницу Надрать Умудрился Да все Не кряхти Не пыхти Нормально Все Чего ты Начал Ничего Страшно Подумаешь Пару Царапин Нет Пожалуй Я присяду Где-нибудь Отлечусь Спокойно Вот только Шину Я с собой Не взял Вот это Да И у того Типа Была Я выкинул Своей Не имею А тут Выглядит Все Спокойно Давай На ту Сторон И оттуда Сейчас Будем Смотреть Наблюдать Тут Прям Как В тире Смотри Прям Такие Длины Хорошие Простреливаемые А Диких Не видать Как Назло Иди Отсюда Да Ты не туда Идешь Ой Тормоз Давай Давай Рассказывай Конечно Да уж И все След Простыл Зараза Вы че Такие Неуловимые Это Боты Ёлы Палы Как Же Мне Эт Эээ Да Квест Сделать Может Дорогу Попробую Все Таки Поймать Удачу За хвост А Вон Он А Нет Показалось Вообще Капец Хочу Лоботов Сиди Здесь Жди Да И Все И Потом Только Сделаешь Это Все Дело Ну Че Серьезно Мне Троих Диких С дистанцией 50 метров Убить Пацаны Выручайте Вы Где Не Вижу Ни Одного Получается Ни Пацаны Ни Разу О Есть Пошел 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 Ну Все Остановись Вот Тормози Ты Куда Блин Еще И Че У 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 Это Вообще Не Прикольно Из-за Перелома Руки Тремор У У У У У оттуда выкурить а а вот выкурил одного чик и тоже пошел внутрь вы чего пацанчики у меня еще и руки трясутся из-за тремора я вообще хрен попаду вот это прикол это выглядит довольно грустно мне из-за трех диких не выполнить теперь daily quest получается это как-то странно и не тут и не там да очень жаль очень жаль предлагаю залететь в мчс и посмотреть там медицину чтобы мне либо бейсбол хотя бы был либо шину какую-нибудь найти может быть получится если получится это будет здорово а тут еще аптека кстати есть наверху кто не в курсе сюда вообще редко кто заглядывает на самом деле на второй этаж этого крыла я знаю может быть зря тут тоже мебельный есть тут тоже есть что посмотреть он ящики есть оружейные опачки пойдет как всегда вот когда они нужны эти дикие вот ну нету их нету ну нету просто нету а когда они рядом там даже и не нужны были вот как я с эскалатора поднялся мне в спину еще какой-то дикий орал там вот нафига он там нужен то был бы что он там потерял где мое ничего не нашел ладно вам честно надеюсь будет что-нибудь интересное кстати покошмарим кассы да и пойдем на выход раз не получается а нет я еще хотел бы сказать что если вы не хотите я думаю вы знаете посмотреть на кассах гашана приятности пряности в ячейках хранения так таблетки и о шина ну здорово все спасибо то что надо я бейсбол на случай всякий нашел теперь поесть попить нужно найти да поесть попить это про гашан о нашел еще какую-то инъектор нашел морфий все здорово мне больше ничего не надо от этой жизни а нет нужен смс к нужно все как раз я эту крайнюю свою использовал мгновенно осматриваемся и идем отсюда я больше не хочу здесь находиться не получается ничего здесь тереться петрис нашел ходил орал матерился а толку то взял и уперся куда-то понятно куда сейчас меня кошмаре будет за углом кем-нибудь я же говорю все как по нотам причем предыдущий мне с дроби так нашмалял походу что ничего грядут почти не выдал зато все конечности по оторвало к ядрене фене так смотрим да не это не прицел это ошибка какая-то инженерной мысли это первый которого я хлопнул а так я получается посмотрел эти да я уже все у меня мозг на бекрень или не посмотрел мы посмотрим нет не смотрел у меня как день сурка уже все рейды в один да серебро не интересует золото интересует благодарство так кушать 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 или чё так понятно что здесь в ту сторону надо педалить короче даже не знаю наверное идти на выход имеет смысл сейчас посмотрим еще идею тогда и все я пойду на выход на тэц не хочет этот квест сегодня выполняться блин я вроде бы там на кассах неплохо тогда мою дистанцию вроде бы выдержал но оказывается недостаточно газомер уже не тот так здравствуйте мне бы попить и поесть чего-нибудь буквально одну-две консервы вот она одна так без фанатизма короче горбуха вот дежурат вы то в вагон и маленькая тележка провизии куда ее суть еще баночку колы возьму так дальше живем что там я еще нашел кабачковая икра приятного аппетита господа а а а и а и и Что-то я не туда пошел по моему, вообще не туда пошел. Что там дальше у нас, 52 дальше, пьем, есть, еще, еще горячий электрод, ну почти, почти то что надо, так слышу дикого. Эти челоботы, возможно, уже. Ох, слышу, они прям хорошенькие там. Ох, слышу я вас, ребятушки. А что, у нас никто там не уехал, а то сейчас нет, то это сработает. Машинка должна быть. Ох! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дикий всего лишь навсего Дикий всего лишь навсего Мать вашу О, нет, нет, не уходи. Алло, какой красивый там бегает, ну подыши, красивый такой, счастливый. Ага, и в шлеме, который мне нужен был, хорош. Эх, не видать. Эх, а машины-то нет? Чё, мне здесь нечего ловить тогда? Я пошёл на МЧС, мне по любасу там выходить, это раз. Я думаю, что там я и найду дикого. Надеюсь, умрёшь от кровотечения, а я буду далеко и засчитается. Термит. Будь он не ларен. Ну что, момент истины. Пять минут до конца рейда. Если я не подстрелю бота, то, возможно, я подстрелю здесь какого-нибудь чела бота. Душ, простите, пацанчики. Ну, работа такая, мне нужен один дикий остался. Я его никак не могу на большой дистанции найти. Да какая большая, на 50 метров, чё, дистанция разве? Вообще ерунда, для тем более штурмовой винтовки. Это не было 50 метров? Там не было 50 метров. Так. Давай. Принемь. Так. Давай. Эк. 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 Эذا. Эй, не выбросить, использую. Ой, тормоз. Ой, тормоз. Ой, тормоз. Ой, тормоз. Ну, я весь переломанный. Надо домой, надо выжить. Ну, парни. Ну, квест. Вот так вышло. Строго не судите. Девять тысяч опыта. Ничего себе. Это я сколько настрелял, получается? Четырнадцать. Не дурно, не дурно. Слушай. Кстати, хотел посмотреть насчет дистанции, что там было. Сорок метров, сорок три метра, сорок три метра, сотри. Да-да-да. Ну, ничего, это тоже опыт своего рода. Забыл название этой штуковины. Она называется у нас пропитал. Вот сейчас пропитал бы мне. Ну, в принципе, я и так выкрутился неплохо. Ну, зато будет пропитал. Это хорошо. И забираем крайнюю тряпку, которую я варил на сегодня. Кордура есть. И мы можем теперь пойти к барахольщику и закрыть недельный квест. Найти и передать квест мы закрываем. Передаем Кордуру. Забираем кучу денег, кучу опыта, кучу лояльности. И еще и сверху хабара. Закрываем квест горячая доставка. Заложили два шлема. Выжили-вышли с локации. Хотя там не было необходимости выживания, да. Ну и все. Значит, закрываем в любом случае. Скавенджер дает квест достичь нужного уровня навыка поиск девятого. У меня пока седьмой, но ничего страшного. Это пассивный квест, сам по себе сделается. Для терапевта есть устранение выполненный квест. Устранить диких с расстояния больше, чем 50 метров. 7,7 настреляли с горем пополам вообще в последний момент. Так что забираем заслуженную награду. По службе дезинфекции осталось добить всего шестерых диких на дистанции менее 60 метров. Это здорово. Тоже скоро закроем. В следующем выпуске, скорее всего. Один ЧВК, который был на эскалаторе перед кассами Оли, он пошел в копилку на квест прикормка, потому что я убил его до 10 утра. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу реально ощутимую поддержку. Как моральную, так и материальную. За ваши пальцы вверх, добрые отзывы. Всем удачи. Приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok